Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. Школы города проверили на предмет пожарной безопасности. После обысков в зиме изъят героин и задержаны наркоторговцы. Полицейские и судебные приставы выявляют должников по штрафам ГИБДД. Загородный лагерь «Ёлочка» поменял статус. Жительнице Саянска Марии Крысиной исполнилось 100 лет. А теперь об этих и других событиях более подробно. Органы Государственного пожарного надзора города провели проверку пожарной безопасности в образовательных учреждениях Саянска. Как отметили сами огнеборцы, это традиционное мероприятие, проходящее ежегодно перед нем знаний. В ходе проверок в ряде образовательных учреждений были выявлены нарушения. В настоящее время надзорными органами проверены на готовность и приняты практически все учреждения образования города. При проверке ряда школ по славам спасателей были выявлены нарушения, связанные с неудовлетворительным состоянием пути эвакуации, отсутствием или несправностью систем противопожарной защиты и нормативного количества первичных средств пожаротушения, которые не предъявлялись к приемке по причине ремонта. Но на сегодняшний день все недочеты исправлены и устранены. В ходе проверки были выявлены нарушения в ряда школ, которые не требовалось никаких финансовых затрат, только уделить внимание в области пожарной безопасности. Были даны кратчайшие сроки, где руководителями, ответственными лицами за пожарную безопасность данные нарушения устранены и были подписаны акты готовности к новому учебному году. В преддверии праздника Дня Знаний 1 сентября спланировано мероприятие по контролю за обеспечением пожарной безопасности и оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. В период проведения мероприятий за каждым образовательным учреждением будет закреплен представитель органов пожарного надзора. Также сотрудниками отдела надзорной деятельности проводят занятия с тех персоналом и с преподавателями и лаборантами кабинетов повышенной опасности. Это биология, физика, химия и кабинет трудов. Где не на словах уже объясняешь, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, это огнетушителями. А на самом деле, реально, выходим на стадион и срабатывает огнетушитель. Помимо этого, в рамках начала нового учебного года в период с 1 по 20 сентября сотрудниками надзорной деятельности и противопожарной службы будут проведены открытые уроки с учащимися и администрацией на противопожарную тематику, а также комплексные пожарно-тактические занятия. Саянск готовится к юбилейным датам. В 2015 году отмечается юбилей победы в Великой Отечественной войне и 45-летие со дня рождения Саянска. К этим датам в городе будет проведен ремонт Стеллы Победы и Музея Истории. 750 тысяч рублей выделено в Саянске в нынешнем году из средств программы «Народная инициатива» на ремонт Стеллы Победы. На эти деньги заменены три участка старого асфальтового покрытия на тротуарную плитку. Установлены дополнительные скамейки, новые урны. На нижней сцене также обновлено покрытие и произведен ремонт торцевой стены. Появилась в сквере Победы и еще одна сцена, верхняя, где традиционно проводятся митинги памяти. Высотное освещение демонтировано. Установлено 12 новых фонарных столбов. Более современные и красивые. Сейчас уже в финальной стадии все находится. И вот ждем, уже должны поступить рожки, как на территории фонтана. Двухрожковые светильники. Установка электропроводка уже сделана. Так что 9 мая саянцы отметят более торжественные, чем ранние обстановки, более комфортных условиях. Так же, как и еще одно значимое для города событие – 45-летие со дня рождения Саянска. В музее истории города планируются глобальные перемены. То, что мы сделали, первая часть экспозиции, вот точно такую же часть, второго этажа, дальше, влево, следующий пролет, крыло, будут делаться в этом же стиле. Общая сметная стоимость там полтора миллиона на реконструкцию второй части. Туда, я думаю, переедет и музей химпласта. И также будет возможность разместить предприятие, учреждение города, чтобы к юбилею города уже была экспозиция, скажем так, более полная. В настоящий момент составляется тематика «Экспозиционный план. Порядок размещения экспонатов». До осенней погоды планируется закончить наружные работы по ремонту входной зоны. Внутренние работы, я думаю, что они будут в процессе, до нового года будут делаться, потому что работы сложные, придется… Это садик все-таки, помещения не приспособленные, по квадратуре тоже везде окна большие, соответственно, в музее свои законы, окон быть не должно, но, соответственно, другое освещение, другое расположение, не просто по квадратам. Поэтому ту первую часть, которую мы сделали, вот эту стилистику и имидж в целом нужно оставить. Проведение большинства работ планируется произвести на спонсорские средства. Помощь в реконструкции и ремонте музея истории города окажет предприятие «Восток-центр» «Саянский пласт». Наркополицейские провели ряд обысков в зиме. В результате было обнаружено более 100 граммов героина и задержана цыганская семья наркоторговцев. На минувшей неделе, 19 августа, сотрудники Саянского межрайонного органа наркоконтроля совместно с бойцами спецназа управления области провели в зиме ряд обысков. В ходе операции было изъято 145 граммов героина и задержано 4 человека из цыганской преступной группы наркоторговцев. Все четверо родственники – это мать, двое ее сыновей и невестка. Мать, пожилая женщина, 65 лет, организовала сбыт. То есть она мелкоопытовая поставщица наркотического средства героин. Распространяла мелкими партиями между своими детьми этот героин, который впоследствии, как непосредственно она сбывала, наркозависимым лицам и ее дети. 145 граммов героина – это доз или чеков на сумму порядка 1 миллиона рублей. За столь тяжелое преступление задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Вообще, по словам наркополицейских, такого рода преступной деятельностью занимаются, как правило, этнические группы. В Зиминском районе это таджики, киргизы и чаще всего цыгане. Они в принципе не работают и не желают работать. И они занимаются чем угодно, любым бизнесом, именно бизнесом, чтобы получать доход от торговли какими-то вещами. Ну, а самый прибыльный бизнес для них – это, конечно же, наркотики. И несмотря на то, что их дети чаще всего и практически всегда являются наркозависимыми и гибнут от этой заразы, так скажем, тем не менее их это не останавливает. Задержанные были доставлены в изолятор временного содержания. Позднее им будет предъявлено обвинение за совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, и они будут заключены под стражу. Мать, организатор этого преступного сообщества, уже попадала в поле зрения полиции, но свое преступное занятие не оставила. Рейд по выявлению должников по штрафам ГИБДД на днях провели полицейские совместно с судебными приставами. Подробности далее. 905 дел находятся на исполнении службы судебных приставов по неуплате штрафов ГИБДД. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Есть штрафы у вас? Нет. 21 августа сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели рейд по выявлению злостных неплательщиков, в том числе и тех, кто просрочил срок добровольной уплаты штрафа, который составляет 60 дней. Если срок прошел двухмесячный и в ходе рейдовых мероприятий мы данного гражданина остановили, органами ГИБДД составляется протокол по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Данный гражданин отвозится в судебный участок для вынесения постановления. Санкции по данной статье на усмотрении судьи. Штраф в двойном размере, либо арест до 15 суток, а также обязательная общественная работа. На исполнение в службе судебных приставов нет? Нет. Все оплачиваете вовремя? Конечно. Месячный срок у вас при оплате. До свидания. Счастливого пути. Если задолженность по штрафам превышает 3000 рублей, мы можем наложить арест на имущество должника. Проверяется имущество. Если это необходимо, и должник все-таки не оплачивает данные штрафы, мы наложаем арест. В ходе рейдовых мероприятий выявляются неплательщики и по другим видам обязательных выплат. В ходе данного рейда был задержан один должник по алиментам. Сейчас ведется с ним работа. Как выяснилось, водитель задолжал 67 тысяч рублей. На его имущество был наложен арест. По сложившейся доброй традиции, сотрудники МЧС, полиции и Всероссийского добровольного пожарного общества провели благотворительную акцию, посвященную Дню Знаний. Детям из малообеспеченных семей вручили портфели и канцелярские принадлежности. Ребята, мы хотим вас поздравить с наступающим первым сентября, пожелать вам хороших отметок, хорошего учеба, чтобы вам было с чем ходить в школу. Мы вам дарим портфели, а в этих портфелях еще есть вот такие папочки, ни карандаши, краски, книги. Накануне Дня Знаний сотрудники полиции, МЧС и Саенского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества проводят традиционную благотворительную акцию «Безопасная 1 сентября». Детям, которые идут в первый класс из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вручают новенькие школьные рюкзачки. Список семей, нуждающихся в поддержке, определили в ходе рейда полиции и МЧС. Мы видели, в какой трудной жизненной ситуации находятся ребятишки, и решили, что дети должны все-таки с улыбкой, несмотря на то, что они оказались в такой ситуации, должны все-таки с улыбкой идти в школу, чтобы этот праздник для них тоже был. Ну и решили сделать вот такие вот, помочь как бы семьям собрать ребятишек в школу и внести свой посильный вклад. Благодворительные акции для сотрудников городского отделения Всероссийского пожарного общества стали уже традиционными. Это и мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании, и месячник «Безопасный Новый год» и рождественские подарки для воспитанников школы-интерната. Что касается малоимущих, социально неблагополучных семей, то с ними работают в прямом взаимодействии с отделом надзорной деятельности полиции. Огромное спасибо, что сделали такой подарок. Конечно, не ожидали. Ну, большое спасибо всем. Сегодня в Саянске на учете состоит 69 социально неблагополучных семей. В них проживает порядка 200 детей. Представители военного ведомства подвели итоги работы призывной кампании. По словам военного комиссара города Андрея Федорова, наши призывники для прохождения военной службы направлены практически во все регионы Российской Федерации. Несмотря на трудности с недобором, призывная комиссия Саяноземинского региона все же справилась с поставленной Минобороны задачей по количеству призывников, направленных в воинские части. Форму надели более сотни саянских юношей. По данным представителей военного ведомства, несмотря на все сложности, задача все же была выполнена в полном объеме. Наши призывники были направлены для прохождения службы во все регионы нашей страны, начиная от Дальнего Востока, заканчивая уже, соответственно, даже в Калининград. Как пояснил военный комиссар города Андрей Федоров, наши земляки будут служить в ракетных, сухопутных, железнодорожных войсках на Черноморском флоте, а также в ВДВ, куда чаще всего юноши изъявляют желание пойти служить. В ВДВ попало много парней. Также, конечно, большая часть это укомплектование шло учебных частей. Хабаровске, Екатеринбурге и так далее. Значит, основных таких изменений на данный момент нет, но все равно будут изменения по порядку прохождения военнослуживания, в том числе и военнослужащие, которые призываются по очередному призову. Что касаемо альтернативной гражданской службы, то в эту призывную кампанию не было отправлено ни одного призывника для несения такой службы, несмотря на то, что ранее как-то утребует законодательство, несколько человек подали соответствующее заявление за полгода до призыва. Существует законодательный акт об альтернативной гражданской службе Российской Федерации. И, как правило, по земле земельского района мы, в принципе, почти каждый год направляем по одному гражданину. Но, чтобы направить гражданину, за полгода необходимо ему написать, прибыть в отдел, написать заявление, представить документы, подтверждающие основания, что не может, кажется, держать в руках оружие. То есть не так, что я просто не хочу и вас направляю. Такого нет. Не обошлось в эту призывную кампанию без уклонистов. Около десятка молодых людей не явились в военкомат вовсе. По всем ним собраны материалы, направленные в следственное управление для принятия решения о возбуждении уголовных дел. Уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, регистрируется в Саянске. Немалая заслуга в том, хорошая организация летней занятости детей и подростков. В целях предупреждения преступлений несовершеннолетними в Саянске организуется летняя занятость подростков. Это одно из приоритетных направлений в работе специалистов отдела по делам несовершеннолетних Саянского УВД. В летний период нам удалось занять 20 детей. Это экологический отряд города Саянска, где дети работали при Доме детского творчества. То есть наших 20 детей отработало, соответственно, за определенные вознаграждения. У нас 10 детей посетили казачьи войска традиционно, лагерь нам предоставляемый под Ангарском. В этом году у наших было 10 детей, в прошлом году таких детей у нас было 20. Всего на учете в отделе по делам несовершеннолетних Саянского УВД состоит 78 детей. Если рассматривать загородные лагеря, соответственно, мы направляем таких детей, состоящих на учете, это соцзащита, то есть Управление социальной защиты по городу Саянску. В этом году, опять же, не секрет о том, что не открылась елочка, соответственно, наши дети не смогли оздоровиться. В данном лагере, опять же, для нас это большой минус. То есть мы могли занять большую часть и в процентном отношении детей по городу Саянску, в том числе состоящих на учете, но, как ни печально, данный факт не случился. Дети до 13 лет, состоящие на учете в полиции, посещали лагеря дневного пребывания, которые работали при школах города в июне. Более 300 воспитанников Саянского детского дома-интерната смогли отдохнуть летом и поправить свое здоровье в оздоровительном лагере «Акинец», который находится в селе Новолетники. По традиции, каждое лето отдых для воспитанников Саянского детского дома-интерната организуют в летнем оздоровительном лагере «Акинец». Приоритетное направление работы лагеря, по словам директора Ларисы Бухаровой, это оздоровительная, образовательная и развлекательная деятельность, пребывание на свежем воздухе, проведение спортивных, культурных, массовых мероприятий. Солнце, воздух, рыбалка, увлекательные конкурсы и игры викторины. В течение трехлетних месяцев укрепить здоровье, раскрыть свои таланты, получить заряд хорошего настроения смогли около 300 девчонок и мальчишек. Воспитанники нашего детского дома каждый год выезжают в летний оздоровительный лагерь «Акинец», который находится в селе Новолетников Зиминского района. 300 детей в этом году из нашего детского дома, из детского дома города Братска оздоровились в летнем оздоровительном лагере. Как отмечают в интернате ребятам со сложными судьбами, порой пережившим многое, с чем не должен сталкиваться ребенок, жизненно необходима социальная адаптация и реабилитация. Практически все дети, находящиеся в нашем детском доме, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Они с нетерпением ждут наступления лета, чтобы выехать за пределы учреждения, чтобы пообщаться с природой, пообщаться с другими детьми из других детских домов. Благодаря стараниям администрации детского дома в лагере были созданы все условия для полноценного отдыха и здоровления воспитанников. Летний кинотеатр, дискотеки, кружки и творческие мастерские, коллективные праздники, театрализованные представления надолго останутся в памяти детей. Загородный лагерь «Елочка» отныне не детский оздоровительный лагерь. Учреждение перепрофилировано в сезонную туристическую базу. Каждый год с началом летнего оздоровительного сезона в «Елочке» возникали серьезные проблемы с качеством воды. По заключению специалистов, основанным на результатах лабораторных исследований и проб, уровень содержания железа в воде, используемой в лагере, превышает допустимые нормы. В последние годы мы организовали питьевой режим бутилированной водой. А для того, чтобы варить пищу, мы поставили на каждый кран бытовые фильтры. И вода там отходила полностью. Но в этом году изменили санитарные нормы и правила, по которым в детских оздоровительных учреждениях вся вода должна быть питьевой. Кроме того, в «Елочке» имеется ряд других острых проблем. Лагерь размещался во временных помещениях, не как до перевалочной базы лесников. Поэтому не соответствует современным требованиям медицинский блок. Домики для проживания детей со временем обвешали. Чтобы сделать воду по всем санитарным нормам и правилам, мы вот так посчитали, это необходимо средств более 4 миллионов. Легче даже будет провести водопровод из Саянска туда. Но самое главное, что мы там не имеем права ничего строить. Почему? Потому что вы все прекрасно знаете, что это зона затопления. Все эти факторы сыграли решающую роль в определении будущего статуса «Елочки». Отныне в качестве детского оздоровительного лагеря «Елочка» функционировать не будет. Время-то было решение лагерь не открывать, а продолжить его деятельность как туристическая база, что и было сделано в июле-августе. И до сегодняшнего дня она работает и будет работать как туристическая база. Жители Саянской зимы смогут посетить «Елочку», приобретая путевки через Дом детского творчества «Созвездие». Кстати, в теплое время года на туристической базе для желающих организован ночлег. Экзотические цветы, гигантские баклажаны и кабачки, сувениры из плодов и овощей представили на своей традиционной выставке дачных достижений ветераны Саянсхимпласта. В Совете ветеранов Саянсхимпласта открылась традиционная выставка достижений садоводов-огородников. Ветераны городообразующего предприятия с гордостью демонстрировали друг другу роскошные цветы, огромные овощи, еще что-то неведомое с грядки, небывало, экзотическое. Эти гигантские баклажаны Нины Сапегиной, словно с другой планеты, глазам не верят, что такое чудо в Сибири вымахало. А это гортензия Натальи Мурашовой, сделанная из моркови, редьки и свеклы. Она словно живая и благоухает. Ее же тюльпаны из помидор, совершенно как живые. Сегодня у нас это традиционная выставка, выставка уже несколько лет. И, ну, все это вы оцените сами по достоинству, я думаю. Если учесть, в этом году такие погодные условия были. Но, тем не менее, посмотрите, все цветет, все растет, все есть большое, есть маленькое, что-то все есть. В Совете ветеранов Саянс-Химпласта сегодня насчитывается более тысячи человек. Сказать, что они ведут активный образ жизни, значит ничего не сказать. Они самые активные жители нашего города. Рисуют, танцуют, спортом увлекаются. Недавно вот скандинавскую спортивную ходьбу освоили. Словом, живут полной жизнью. Здесь постоянно кипит жизнь. Есть традиции, которые уже давно сложились, и они продолжаются. А есть, ну, новые мероприятия, которые организуются в Совете ветеранов. Вот буквально недавно было две поездки. Одна поездка на озеро, на природу, и вторая поездка в Листвянку. Персональные экспозиции участников оценивались по трем номинациям. Самый крупный цветок – овощ-фрукт. Декоративная композиция из плодов и овощей. Оригинальная композиция – царство цветов. Валентина Нестерова назвала свою экспозицию «Райский сад пенсионерки». Любовь Шарыгина на выставке представила словно художник, создавший из семян овощей и зелени настоящую инсталляцию. Ее композиция называется «Дачнику водоема». Здесь и огромные рыбы, и русалка, и сам веселый дачник. Вообще, эта выставка была уникальной, абсолютно позитивной атмосферой. Призванные соревноваться, ее участники так искренне радовались друг за друга, так восторгались, восхищались чужими достижениями, что это заражало всех, и жюри в том числе. По словам участниц, эта выставка для них давно стала праздником под названием «День общения» или «День радости». 21 августа жительнице Саянска Марии Ивановне Крысиной исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем долгожительницу поздравили сотрудники городской администрации и наша съемочная группа. «Здравствуйте, наша дорогая Мария Ивановна! Мы от всей души вас поздравляем с очень красивым юбилеем! Вы, наверное, единственная у нас саянская такая женщина милая! От всей души!» Ежедневно кто-нибудь из саянцев доотмечает День рождения. Но вот 100-летний юбилей в городе – большая редкость. Поэтому День рождения Марии Ивановны стал без преувеличения событием городского масштаба и даже больше. Сотрудники администрации вручили Марии Крысиной поздравления от президента России. «Огромное счастье – поздравлять вас с таким замечательным редким юбилеем! У нас много людей, кто живет более 90 лет, но вы у нас, наверное, самый уникальный человек!» Родом Мария Крысиной из Рязани. Долгое время трудилась в колхозе, затем санитаркой в Зиминском роддоме. С 1976 года живет в Саянске. «Мне Бог дал труд. Может, мне было тяжело, но Бог мне дал труд. Саясь, поживи, вот я тебе продлил жизнь». Образование Марии Ивановне получить так и не удалось. Времена были трудные, не до учебы. И все же, несмотря на неграмотность и столь почтенный возраст, она с удовольствием распевает песни и читает стихи. И не только в честь Дня рождения, чего и вам желает. Далее нашу программу продолжит рубрика «Люди говорят». Саянцы рассказывают о том, какую радиостанцию они слушают. Как известно, в Саянске вещают уже около 8 радиостанций. Это очень большое количество для такого маленького города. А вот какие радиоволны предпочитают слушать наши жители, сейчас мы узнаем в рубрике «Люди говорят». Радио, радио наше местное. Радио вот это вот. Ну, обычное. Россия. Ну, радио России. Я заинтересовалась авторадио, потому что высокий уровень творчества, импровизации ведущих и то, что они поющие, это очень подкупало. Но сейчас, ну, как бы сказать, слишком много повторов, и им надо было что-то усовершенствовать, что-то ноу-хау свое уже сделать. И вот эти все соревнования, когда вот идут, не соревнования, не так, конкурсы, когда, значит, могут кто-то что-то предложить из слушателей. Это хорошо, но другая бы форма. Но FM мне больше сейчас привлекает. И, конечно же, русское радио мне сейчас больше нравится. Опять-таки вернусь, потому что радио для меня – это главная музыка. А ретро-FM слушаете? Я слушаю тоже. И ретро нравится. Какую волну предпочитаете? Ну, в основном музыку. Ну, какую волну? Ну, какая. Даже не знаю, шансон какой-то муж все время включает. А почему именно такую волну? Я не знаю, ближе к душе. Ретро-FM, да, в основном ретро-FM, кстати. Потому что я из СССР родился и слушаю ретро-FM, потому что, ну, в 80-х годах песню нравится. А какую волну предпочитаете? Ну, сам хит-FM и, ну, как это, радио-радио. А почему именно эти волны? Ну, там музыка всегда такая самая современная, веселая. Конечно, наша, иркутская. А какая идет на работе волна, то это... Так, ну, маяк там редко идет, в последнее время ретро. И что еще там? Русское радио. Даже затрудняюсь назвать. Есть именно какая-то любимая волна из этих перечисленных? Нет. Ну, скорее всего, ретро. А чем привлекает? Старая я уже. Старой песню больше нравится. В современных, извините, смысла очень мало. Мне нравится авторадио, там интересные ведущие, много заявок исполняют, песни поют хорошие. Ну, интересное радио. И это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok